Всем привет! Я только вернулась из Марокко, из своего путешествия по Марокко. Сегодня ночью, пью шампанское. Там у меня компьютер. В общем, сегодня у меня день релаксов. И хочу сказать, знаете... Нет, я сейчас не буду делиться своими впечатлениями в этом видео. Может быть, в следующем. Но хочу сказать, что все-таки нужно путешествовать. Вот я начала этот год с нового путешествия. Для меня раньше Марокко казалось что-то такое, знаете, далекое. Какое-то загадочное, сказочное. Что-то невероятное. Мне всегда казалось Марокко каким-то, знаете, очень далеким и несбыточным путешествием. То есть я вот уже думала об этом. Не надо сказать, что я прям там мечтала об этом, да? Но думала об этом несколько вот уже там последние несколько лет. Ну, года 3-4, наверное, как-то вот у меня там читала про Марокко. Что-то смотрела про Марокко. Вот в прошлом году я посмотрела фильм «Касабланка». Если кто не видел, я оставлю там ссылочку. Посмотрите. Этот фильм снимался в кафе Рике в Касабланке. И вот я туда, я в Касабланку ехала. Ну да, конечно, посмотреть город, потому что он легендарный город. И, конечно, зайти в это кафе Рике. Я там побыла, выпила там кофе, там атмосфера вот этого фильма. Персонал вышкаленный. Музыка того времени, фильм того времени, обстановка того времени, атмосфера того времени. То есть, ну, очень интересно. И я вам хочу сказать после своего очередного путешествия, что все-таки стоит путешествовать. Что стоит путешествовать для того, чтобы сравнить то, что ты имеешь, то, как ты живешь, то, в какой стране ты живешь, то, какие у тебя традиции, то, какие традиции у твоей страны и так далее. То есть, путешествую вы расширяете свой кругозор. Это однозначно. И мы уже много раз, не только по Марокко, это я хочу сделать вывод, не только по Марокко, а даже в европейских цивилизованных странах, как бы мы считаем, что это европейские цивилизованные страны, я делала вывод, что моя Украина, страна там, где я сейчас живу, она намного лучше по многим показателям. Да, по каким-то показателям мы проигрываем, но тем не менее у нас есть что-то лучшее, чем у них. Путешествовать надо хотя бы только потому, чтобы в полной мере оценить то, что мы сейчас имеем. Потому что, вы же знаете, да, мы не ценим то, что имеем. Нам кажется, что где-то лучше. Вот это вот опять чудная русская пословица, да, хорошо там, где нас нет. Вот мы думаем, что там, где нас нет, все чудесно. Там, где мы есть, ну, нет, никак не чудесно. Ребята, я пью шампанское. Я сегодня отдыхаю. Что нам вообще могут дать путешествия? Ну, первое я уже сказала, да, мы можем сравнить то, где мы живем, то, где мы родились, с новыми странами, с новыми людьми, с новыми дорогами и так далее. Мы можем получить какие-то новые знания, да. Это при желании, вот сейчас опять расскажу, да, это при желании, если кто-то хочет получить. У меня одна девочка знакомая, вот она любит готовить кухню, она любит. И она в какой стране бы ни была, она там прям вот чуть ли не в каких-то семьях что-то готовит, чему-то учится, прям чуть ли не какие-то мастер-классы посещает, да. Ну, то есть не берем вот эту Юлию Высоцкую, потому что у нее это профессиональное практически. А у меня знакомая, да, вот она любит готовить, и она прям так вот в кухню прям вот, она что-то привозит из путешествий, какие-то продукты питания из Италии, там, допустим, какие-то макароны, пасту, масло какое-то, оливки. Ну, то есть вот я не привожу, я, последний раз из продуктов я привозила в прошлом году кофе из Турции, кофе из Турции, Махмед Эфендис, все, больше я не гурман, я уже говорила как-то в видео, я не гурман совершенно, для меня еда, это просто вот еда. Ну, вот у меня друг, с которым мы путешествуем, боже, он, конечно, вообще, вот мы с ним сколько путешествуем, кстати, в этом году уже два года. И он, я вначале думала, что он притворяется, но вот сейчас даже в этом путешествии он брал с собой испанский хамон, испанское оливковое масло. А что-то еще мы брали. Какой-то сыр он с собой брал. Ну, то есть вот, понимаете, для меня еда, это просто вот еда, это просто еда. Ну, ну, конечно, это просто еда, но когда я приезжаю в какую-то другую страну или в какой-то другой город, перед тем, как ехать, я обязательно прочту информацию, что готовят в этой стране, какая традиционная кухня, какие национальные блюда и так далее. Я обязательно одно, два, три, но обязательно попробую. Конечно, как я могла приехать в Марокко и не попробовать тажин? Ну, конечно, я ему попробовала. Ну, для меня это нормальная еда, обычное тушеное, там, мясо с овощами, грубо говоря. Мясо может быть разным, овощи могут быть разными. То есть тажин, а просто рецепта приготовления тажина нет. Нет, каждый готовит так, как хочет. Кладет туда каждый то мясо, которое он любит, и овощи, которые он предпочитает и так далее. Вот я пробовала два или три тажина, и они были совершенно разные, совершенно разные. То есть это просто мясо с овощами, да? Ну, почему я его нормально ем, мой друг нет. Он там где-то поковырялся, какую-то картошечку взял. Вот он знакомый, а что увидел там знакомого, что ему надо это все понимать. Из чего оно приготовлено, как оно приготовлено. И он считает вообще, он считает, что лучше испанской кухни, конечно, нет. Хотя я не знаю испанской кухни, например. Назовите мне испанское национальное блюдо. Тапас? Тапас это не блюдо. Бокадилия? Бокадилия это не блюдо. Или, допустим, вот кускус тоже. Это кускус, это тоже марокканское, национальное марокканское блюдо. Или взять обычный марокканский суп. Ну, как я его не попробовала? Супов Марокко. Конечно, я его попробую. Но что в этом супе? Там обычные кусочки какого-то мяса. Маса, я думаю, что, скорее всего, это баранина с овощами, перетертая. Все. Конечно, для того, чтобы получить новые впечатления, новые какие-то ощущения, конечно, мы для этого должны с вами путешествовать. И еще бы одно, что я вам сейчас назвала, знаете, это для того, чтобы научиться организовывать себя. Научиться себя организовать, научиться организовать вообще свое пространство, свои вещи и так далее. Я вот там, по-моему, в одном из видео, вот совсем предыдущих, показывала вам рюкзаки, да? Я путешествую с 30-литровым рюкзачком. То есть это совершенно небольшой рюкзак, но у меня его вот на 2 недели в Марокко, у меня его хватило с головой. Единственное, что я... Чуть-чуть погода меня подвела, и, возможно, я бы могла поменять кое-что. Потому что я там, допустим, одни брюки не использую, двое брюки я не использовала, потому что там недостаточно теплая погода была. Дождик у нас был. Или там, допустим, те же 2 недели в Исландии я провела с тем же 30-литровым рюкзачком. Мой друг путешествует, у него, по-моему, на 40 или на 50 литров. В итоге вот с позавчерашнего дня, да, с позавчерашнего дня, Ренер поменял правила перемузки багажа, и в итоге надо сдавать эту большую ручную кладь, нужно сдавать им багаж. И в итоге мой 30-литровый рюкзачок пропустили в салон, его не пропустили. В итоге нам пришлось еще там потерять, ну, допустим, минут 10 или 15, на том, чтобы дождаться багаж. На том, чтобы дождаться багаж. То есть, и знаете, что я хочу сказать? У него не было больше вещей, чем у меня. Нет. Просто вот он не может это организовать таким образом. Да, он уже там какие-то попытки делает, как-то присматривается к тому, как я упаковываю рюкзак, что я беру или что я не беру, чем я пользуюсь или чем я не пользуюсь в путешествиях. Но, тем не менее, он еще не может таким образом организовывать вот свои вещи, свое пространство наиболее удобным, максимально выгодным. Вот путешествие нам дает такую возможность научиться организовывать, научиться обходиться какими-то минимальными вещами и так далее. Благо на сегодняшний день, даже там, если вам нужно что-то постирать, отели предоставляют такую услугу. Даже если в отеле нет, вам все равно подскажут, где это, допустим, прачечная ель, где можно это сделать. Ну, если вдруг вам это понадобится. Так что, вот, вернувшись из Марокко, из первого путешествия в 2018 году бокалом шампанского, ну, такой у меня бокал примитивненький, я вам хочу сказать, путешествуйте, узнавайте новые места, узнавайте новых людей. Ничего сверхъестественного нет, ничего несбыточного нет, все зависит только от вашего желания. Заходим, поехал. Всего пока.